Здравствуйте! С 1 июня многие категории льготников лишились бесплатного проезда в общественном транспорте. Кто сегодня имеет льготу бесплатного проезда? Давайте определимся сначала, что имеется в виду под общественным транспортом. Общественный транспорт у нас это горэлектротранс, то есть городской электрический транспорт, к которому относятся трамвай и троллейбус. И метро, Харьковский метрополитен. Что касается маршруток, маршрутных автобусов, это частные предприниматели, которые держат какие-то маршруты, там немножко другие взаимоотношения. Что происходит с бесплатным проездом? Да, есть решение об отмене бесплатного проезда многим льготным категориям граждан, но существует постанова закона Кабинета министров, которая обеспечивает бесплатный проезд в наземном городском электрическом транспорте пенсионерам по возрасту. То есть, если раньше человеку нужно было показывать удостоверение ветерана труда, участника войны, дети войны, то сейчас человеку, который вышел на пенсию по возрасту, достаточно показать удостоверение пенсионера. И он имеет право по этому удостоверению бесплатного проезда. То есть, по большому счету, все те категории, которые лишились бесплатного проезда по постанове Кабинета министров, были перечислены по категориям. Если они являются пенсионерами по возрасту, то они ничего не потеряли. Бесплатный проезд в наземном городском транспорте для них остался. Проблематичным остался вопрос с метрополитеном, потому что в метрополитене тоже отменен проезд бесплатный. А почему такое разограничение? Потому что в постанове Кабинета министров, которая разрешает бесплатный проезд пенсионерам по возрасту, по возрасту не учтен метрополитен. Не во всех городах есть решили не упоминать? Да, не во всех городах. Поэтому там речь идет только о трамвае и троллейбусе. В этой связи было принято решение, мы этот вопрос очень серьезно обсуждали с Геннадием Адольфовичем, и было принято однозначное решение, что все, кто пользовался бесплатным проездом в Харьковском метрополитене, то есть тот, кто имеет на руках карточку для бесплатного проезда с буквой «М», все остались пользователями этой услуги бесплатно. Другое дело, что сейчас изыскиваются средства в местном бюджете для компенсации этого проезда и для компенсации этой услуги, но люди наши от этого не пострадали. Давайте продолжим эту тему после того, как побеседуем еще с одним нашим читателем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и в чем Ваш вопрос? Да, это конкретно меня, да? Да, это касается Ваш. Так, у меня такой вопрос. Я бывший малолетний устник концлагерей. Какие льготы у меня остаются и остаются ли вообще? Скажите, пожалуйста, какая у Вас пенсия? У меня пенсия 2000. Вы не попадаете в число получателей льгот, так как Ваша категория получателей льгот привязана к доходам. Если Ваш доход превышает 1710 гривен, а это социально-налоговая льгота, то Вы лишаетесь льготы, но Вы имеете полное право оформить субсидию. По нашим подсчетам, если Вы оформите субсидию, субсидия полностью компенсирует Вам Вашу льготу. Поэтому приходите к нам в отдел субсидий, мы все сделаем. Да, спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо за звонок. Я все же вернусь к теме бесплатного проезда. А кто, кроме пенсионеров по возрасту, еще может бесплатно ездить в общественном транспорте? Или это единственная категория? С точки зрения социальных категорий, это единственная. А там, где есть ведомственные категории, это уже в рамках ведомственных нормативных актов. В правительстве заявили о монетизации льгот, вот уже чуть ли не с 1 января. На Ваш взгляд, это можно сделать, уже запустить эту систему с начала Нового года? Вы знаете, вопрос монетизации льгот имеет очень большой стаж. В 2005 году была создана рабочая группа, в которой я тоже имела как эксперт определенные отношения, которая очень серьезно занималась разработкой механизма монетизации льгот для льготных категорий граждан. И если Вы помните, это был период, когда наш городской транспорт, в общем-то, просто прекращал свое существование, потому что не было средств для выплаты заработной платы, для ремонта подвижного состава и так далее и тому подобное. Дело в том, что правильно выстроенный механизм монетизации льгот – это правильный путь для того, чтобы наш транспорт работал нормально. Каждый человек должен войти в трамвай, в троллейбус, в автобус, в метро и оплатить свой проезд. И тогда не будет никаких разговоров на тему «нам не заплатили компенсацию, мы получили всего 15% от того, что нам положено, у нас большое количество проезжает льготников, поэтому мы не можем нормально работать». Понимаете, вот это все будет снято. Но ведь это надо рассчитать и запустить. Совершенно верно. Над этим нужно очень серьезно работать. И кроме того, процесс монетизации, я знаю, что он не очень нравится нашим получателям льгот, но процесс монетизации все-таки несет в себе некие признаки социальной справедливости. Потому что получается так, те пенсионеры и те ветераны, которые активны, которые могут передвигаться, ездить туда, куда они пожелают, они пользуются бесплатным проездом. И как бы все в порядке. Но есть же люди, которые даже не выходят из своих квартир, не имеют возможности передвигаться в транспорте, но они имеют потенциальное право на бесплатный проезд. И получается, что это их право никаким образом не компенсируется. Они не пользуются бесплатным проездом, и это никак не компенсируется. Если произойдет система монетизации и льгота, и тот же бесплатный проезд будут компенсироваться какими-то дополнительными выплатами к пенсии, то это по большому счету будет справедливо. И для транспорта это будет гораздо эффективнее. На ваш взгляд, это реально запустить с нового года уже? С нового года не знаю. Дело в том, что мне неизвестно, на каком этапе разработка этого механизма и разработка всего этого процесса. Мы имеем, я считаю, горький опыт. Нравится это кому-то или не нравится. С реформой, с новым порядком оформления субсидий, которые, к сожалению, бросили нам на уровень исполнения, практически с нами никак не обсудив этот момент и по большому счету даже не просчитав возможности исполнительных структур выполнить то, что мы теперь должны сегодня выполнить. И получилась ситуация, когда замысел сам по себе хорош, идея облегчить участь людей, которые должны оформить субсидию, социально верна. И упрощение схемы оформления субсидий для людей, которые обращаются за оформлением субсидий, привлекает большее количество людей, которые могут стать получателями субсидий. Но пока она тяжело подъемная для работников. Да, но абсолютно не учтены возможности тех структур, которые эту субсидию должны оформить. Мы сегодня имеем огромные проблемы именно с этой стороны. Мы задерживаем по срокам выдачу уже начисленной субсидии. У нас накопилось достаточно большое количество дел, которые нужно обработать, потому что не хватает специалистов. То есть не было сделано соответствующего мониторинга, не было сделано соответствующего просчета. И хорошая, в общем-то, идея получила вот такой трудный буксирующий механизм исполнения. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло с монетизацией льгот. Надо сначала очень хорошо проработать все эти моменты, продумать систему доплат, проплат, чтобы люди не столкнулись с очередной проблемой. Еще один читатель у нас на связи. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло? Да. Светлана Александровна? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Я, это резник Любовь Анатольевна. Слышу. Светлана Александровна, ну я половину уже прослушала, там вы кому-то отвечали. Меня тоже интересует вопрос субсидий. Мне вот на летний период не давали, а мне на зимний дадут без того, или я не должна туда ходить или опять ходить. Меня это очень беспокоит. Любовь Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы раньше оформляли субсидию? Да, я на зимний период 2014, да, при 2015 я получала. Вам никуда не нужно ходить. Ваше личное дело будет пересмотрено автоматически. Ага, вот это с началом отопительного сезона, да? Правильно я понимаю? Да, да, не переживайте. Ну-ка, короче, вы меня успокоили по поводу субсидий, я могу не волноваться. Спасибо. Не волнуйтесь, не дергайтесь, все будет нормально. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну, на самом деле, да, и вы сказали, и вот по звонкам наших читателей, понятно, что проблем очень много и у граждан в том числе. Какие категории лишены… И у граждан в первую очередь. В первую очередь, да, у граждан и у социальных работников в том числе. Ну, а мы уже, да. Какие категории лишились льготы на предоставление услуг ЖКХ? Есть категории, на которых размер дохода не распространяется. То есть они как были получателями льгот, так они ими остались. Это участники боевых действий, инвалиды войны первой, второй, третьей группы. Это чернобыльцы первой, второй категории. Это многодетные семьи. Но чтобы вы понимали, список вот такой вот. Его можно где-то прочитать? Его можно прочитать. Во-первых, мы сделали специальный выпуск газеты «Харьковские известия», где полностью перечислили те категории льгот, которые остались прежними. И сделали второй список. Это те категории граждан, льготы у которых зависят от уровня дохода. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас попросили нашу редакцию повторить два спецвыпуска газеты «Харьковские известия» с тем, чтобы еще раз харьковчанам дошла эта информация. Потому что она действительно очень, знаете, очень такая тонкая. Буквально одно слово сюда, одно слово туда. И получается все неправильно. Поэтому привязанными к доходам стали дети войны. Раз. У кого пенсия выше, чем 1710 гривен, они лишаются этой льготы. Но я еще раз повторяю, не нужно отчаиваться. Нужно просто оформить субсидию. Субсидию имеют право получать все? Обратиться за оформлением субсидий имеют право все. И те, у кого есть льготы, и те, у кого нет льгот. По той простой причине, что назначение субсидии зависит исключительно от дохода на одного члена семьи. То есть берется доход всей семьи, всех зарегистрированных по данному адресу, суммарно складывается, делится на количество членов семьи. И в зависимости от суммы дохода на одного члена семьи начисляется субсидия. Поэтому есть льготы, нет льгот, но если доход на одного члена семьи будет таковым, что семья не в состоянии оплачивать существующие тарифы, то назначится процент обязательного платежа, который семья будет оплачивать. Что касается процента обязательного платежа, он в этот раз существенно отличается от предыдущего расчета. Вы помните, у нас всегда звучало 10 и 15 процентов, да? 10 процентов там, где у нас нетрудоспособные граждане, это пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние дети. И 15 процентов обязательно оплачивает семья, где есть трудоспособные люди. В этот раз расчеты совершенно иные. Если у кого-то есть возможность зайти на сайт нашего Министерства труда и социальной политики, то вы увидите, что таблица расчетов от 500 гривен на одного члена семьи до 5000 на одного члена семьи. По каждому размеру доходов? Рассчитывается свой процент обязательного платежа. Ну, например, если в семье на одного члена семьи приходится 500 гривен, то обязательный платеж – это 3,6% от общей суммы жилищно-коммунальных платежей. Ну, а если там 5000, то это, естественно, в 10 раз больше. Там 36 с лишним процентов от общей суммы коммунальных платежей. Поэтому здесь учитывается, не забывать нужно, социальные нормы, на которые начисляется субсидия. Вот, поэтому здесь очень сложный механизм расчета, и это тоже повлияло на сроки начисления субсидий, потому что нам приходится, во-первых, делать большое количество запросов, потому что по действующему ныне положению человеку достаточно в декларации указать источник дохода. То есть, если это пенсионер… То есть, можно написать не сумму, а пенсионный фонд? Да, пенсионный фонд, раз. Или название организации, предприятия, учреждения, где человек работает, два. Или государственное пособие управления труда и соцзащиты, три. Но там, где пенсионный фонд и управление труда и соцзащиты, там у нас есть базы, вопросов нет. Мы быстренько заходим в базу, и как бы все это у нас получается. А если частные работодатели? Если частные работодатели или какое-то предприятие, мы даем запросы и просим сообщить нам размеры доходов у людей, работающих на этом предприятии или в этом учреждении. После этого только считаем общий доход семьи и начисляем обязательный процент платежа. Ждет нас на связи еще один читатель. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Светлана Александровна, у меня такой вопрос. Мы двое пенсионеров, у меня прописанный внук, но он не проживает. Могу ли я оформлять субсидию и каким образом? Как вам можно обратиться? Лидия Васильевна. Лидия Васильевна, вот смотрите, если внук у вас прописан, то по большому счету он должен проживать у вас. Ну да, но он не проживает. Значит, в декларации вы указываете его фамилию, имя, отчество в любом случае, так как он у вас зарегистрирован. И напротив, и там, где нужно указать источник его доходов, пишете «не работает». Это ситуация… Не работает, а не проживает. Ну, не проживает, это нужно вам составлять акт, на который подпишут трое соседей, участковый. Я вам объясняю, не работает. Не работает. Почему это делается? Дело в том, что по сравнению с предыдущим порядком, когда в семье был вот такой вот человек, который прописан, но нигде официально не работает, мы просили этого человека встать на учет в Центр занятости, принести нам оттуда справку о том, какое пособие он получает в Центре занятости. И только после этого у нас возникала возможность этой семье назначить субсидию. Это препятствие в этот раз ликвидировано. Если человек проживает на данной конкретной жилплощади и официально нигде не работает, напротив его фамилии просто пишется «не работает», и когда мы считаем общий доход семьи, мы на этого человека прибавляем к общему доходу семьи прожиточный минимум согласно возраста. Вот и все. Из этого расчета… То есть откуда он его берет, это уже не важно. Ну он же на что-то живет. Ну ясно, ясно. Ну у нас же огромное количество людей неофициально оформлено, но при этом они же свою жизнь обеспечивают. Да, пожалуйста. Наоборот, живет дядь, но не прописанный. Он не попадает в число тех, кого нужно внести в декларацию. Он живет, но не прописанный. Ну где-то же он прописан. Ну в таком случае нужно указывать лишь тех людей, кто прописаны, и доход будет считаться тех людей, кто прописан. Но он же где-то прописан. Да, но он прописан. Ну вот его укажут там, где он прописан. В декларации. Вот в декларации писать там, где он прописан. Конечно. Его писать в декларацию. Нет, не писать в декларацию. Не писать в декларацию. Мы ответили на ваши вопросы? Да, да, ответили. Но вот ей сказали в субсидии, потому что вот он, где же он живет и почему это, взять этот. А, то есть перед этим было отказано, да, сегодня? Имеют ли право отказать, если... А как они узнали, что он живет по этому адресу? Не, они не узнали, что он живет. Но почему отказали, у нее был акт депутата поставлен, что он действительно там не проживает. Она получала субсидию до мая месяца, а потом раз отказала ей субсидии, она не добьется... Ну, трудно, трудно понять. Это вы говорите о матери этого, зятя? Да, да. Нет, я говорю о своей дочери, вот, в которой живет этот зять. Как быть в такой ситуации? Обратиться за консультацией, потому что трудно понять из этого разговора. Куда обратиться за консультацией? Пожалуйста, в районное управление труда и соцзащиты по месту жительства. Районное управление, да? А есть какая-то горячая линия открыта? Особенно сейчас, в такую пору, когда все собираются оформить? Мы регулярно публикуем в газете номера телефонов наших районных управлений труда и социальной защиты населения. Эти телефоны можно найти в администрациях наших. Эти телефоны можно найти просто в телефонном справочнике. Мы выпустили телефонный справочник. То есть это не единый номер, это конкретно номер районной организации? Это конкретно номер районного управления труда и социальной защиты населения. Существует некий номер в Киеве, по которому очень часто звонят харьковчане, но все, что они диктуют по этому телефону, опять присылают нам. И мы опять отвечаем на эти вопросы. Еще один читатель у нас на связи. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Я дитя войны. Я хотела узнать, какие льготы остались из детей войны? Какая у вас пенсия? 120 тысяч дверсих. У вас все осталось, как было? А меня за мусор сняли? Пересчитают. Это они не получили еще базу. А кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте? Пенсионеры по возрасту. Понятно. Спасибо за участие в нашей программе. У нас есть еще вопросы от читателей, которые были заданы нам ранее на сайт. Пожалуйста. Анна Викторовна. Я работающий пенсионер. Пенсию получаю на карточку и не снимаю ее. То есть у меня накопились небольшие сбережения. Учитывается ли депозит, проценты по нему в совокупный доход при оформлении субсидии? Емко. И еще один вопрос от читателя. Станислав Леон нам написал, что ему пришел ответ из Управления судзащиты, что в субсидии отказано. Но на каких основаниях не пишут? Почему? И чем нулевая субсидия отличается от отказа в субсидии? По какой причине в субсидии сейчас отказываются? И много ли отказов? Вот в одном вопросе очень много вопросов. Значит, чтобы вы понимали, что мы на сегодняшний день оформили, вы поняли, из 102 тысяч дел мы оформили почти 70 тысяч. Из них отказов у нас чуть больше 400. То есть процент отказа очень низкий. Мы стараемся максимально назначить субсидию всем, кому можно ее назначить, по многим причинам. Я как бы вам эту схему расшифрую. Почему человеку могут отказать? Ну, во-первых, по доходам. Это один момент. Во-вторых, в случае наличия крупной покупки свыше 50 тысяч гривен, если информация о ней попала в наши фискальные органы, и мы получили информацию, что сделана покупка свыше 50 тысяч. Но в этом случае, если человек принесет нам документы об источнике получения этих средств, это окажется добросовестный источник, ну, что обычно возникает? Купил квартиру, да? Человек приносит нам документы и показывает, что он купил эту квартиру, потому что продал другую квартиру. Или он купил эту машину, потому что продал другую машину. Или еще какие-то моменты, из которых становится понятным, что источник доходов добросовестный, мы через комиссию оформляем протокол о том, что в этой семье можно назначить субсидию, так как приобретение свыше 50 тысяч имеет под собой соответствующие документы. Вот поэтому причина отказа может быть различная. Или неполное оформление документа. К большому сожалению, из числа тех заявлений и деклараций, которые поступили в районные управления труда и социальной защиты населения, практически 90% требовали дополнительной информации и дополнительных вопросов. Не указывался идентификационный код, не указывался контактный номер телефона, неправильно указывался адрес, мы посылали письма, они возвращались. То есть неправильно указывался источник получения доходов. Как правило, это адрес и название предприятия, на котором человек работает, он указывал не точно. Мы посылали запрос, и нам приходил ответ, что по такому адресу такого предприятия или учреждения не существует. То есть одна буква в аббревиатуре, и это уже трудность. Или одно слово, и все, понимаете, и у нас уже возникали проблемные моменты. То есть, очевидно, не смогли получить ответ на те запросы, которые мы отправили. Или что-то было неправильно указано в документах. Поэтому обратиться и задать вопрос, почему отказали, никогда не поздно, тем более у нас небольшое количество отказов. Переходим к следующему. Карина пишет, что она переселенка, живет у своих дальних родственников в Харькове. Скажите, могут ли они оформить субсидию? Нужно ли им меня регистрировать на своей жилплощади? Если зарегистрируют, не лишусь ли я тогда положенных мне как переселенки выплат? Если она зарегистрируется в городе Харькове, она же станет харьковчанкой юридически. Тем более она живет у родственников. Субсидию оформят. Но как переселенка она компенсацию получать не будет. Они могут оформить субсидию, им не нужно указывать, что она у них проживает. Так ли? Ну вот суть вопроса. Скажите, могут ли они оформить субсидию? Нужно ли для этого регистрировать меня на своей жилплощади? Могут они оформить субсидию. Вопрос. Что написано в ее регистрационной справке? По какому адресу она зарегистрирована? Если в регистрационной справке, которую она получила в районном управлении труда и социальной защиты населения, указано, что она проживает по этому адресу, значит они должны включить ее в декларацию и она должна показать в декларации свои доходы. Дождался наш очередной читатель на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это семья Самопалов, оба дети войны, 78 и 77 лет. Вот какое, почему-то мужа лишили льготы детей войны. Причем у нас не 710, а у нас, ну, там нужно, чтобы не менее 710. У нас 1497 на одного человека получается. Да нет, давайте мы немножко по-другому посчитаем. Да, давайте. Какая у мужа пенсия? У мужа 1846,75. Все. Все, можете останавливаться. У меня 1148, а делю на два это? Нет, мы ничего не делим в вашем случае. А почему? Потому что льгота на дитя войны не распространяется на членов семьи. Она распространяется только на получателя этой льготы. То есть на человека, который имеет этот статус. В вашем случае вы отдельно получаете льготу, как дитя войны. И ваш муж отдельно получает льготу, как дитя войны. Поэтому вам льготу оставили по вашему доходу, а муж, к сожалению, ее лишился. Поэтому давайте оформим субсидию. Понятно. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Пожалуйста. Какие льготы у детей войны остались? И какие льготы на проезд? Вообще на бесплатный проезд? Все дети войны являются пенсионерами по возрасту. Поэтому проезд сохранился. Сохранился везде. И в электричках везде, да? Каких электричках? Ну вот в электричках мы тоже ездили. Но мы же говорим о городском транспорте. А, это только о городском? Ну, конечно. Ясно. Спасибо. А где узнать, сохранились ли льготы на проезд в междугороднем транспорте? Пожалуйста, в управление железной дороги. Инна Константиновна пишет о том, что она недавно прочитала, что в скором времени кабельного телевидения не будет, и нужно переходить на цифровое телевидение. Якобы кому-то выдают в горсовете ТВ-тюнеры бесплатно. Объясните кому, что нужно, чтобы его получить. Мы живем вдвоем с дедом, оба пенсионеры, дети войны, инвалиды второй группы. Ну, во-первых, кто сказал, что кабельного телевидения не будет? Вы слышали об этом, что не будет? Ну, вот она где-то прочитала. Да не могла она это нигде прочитать. Это первое. Второе. По поводу тюнеров, это государственная программа, которая уже два года назад была проведена. И уже, насколько я понимаю, завершена. Районные управления труда и соцзащиты собирали заявления от людей, которые хотели бы у себя бесплатно установить эти телевизионные тюнеры, и отправляли их в Киев. Все. На этом миссия наших районных управлений была окончена. И на основании этих заявлений люди по почте получали бесплатно эти телевизионные тюнеры. Все, кто написал заявление, насколько я знаю, эти телевизионные тюнеры получили. К нам это уже никакого отношения не имеет. Сегодня имеет ли смысл с просьбой обратиться в районное управление соцзащиты? Нет, не имеет никакого смысла. Мы закончили эту работу. Очень жаль. Видимо, не успели, вовремя не прочитали и столкнулись с такой проблемой. Немного говорили с вами о переселенцах и, к слову, о льготах. Имеют ли они какие-то льготы, кроме вот того социального пособия, которое у них есть? Если они имеют какой-то социальный статус, то они имеют льготы. Но вопрос на что? Если они официально заключили договор об аренде жилья, и в этом договоре указано о том, что они оплачивают жилищно-коммунальные услуги, то они оплачивают их с учетом тех льгот, которые они имеют. То есть они должны обратиться в абонентские отделы наших предприятий, предъявить свои документы, подтверждающие их льготу, и они будут оплачивать эти жилищно-коммунальные услуги согласно статусу. Что касается переселенцев, которые живут в нашем транзитном городке, то там ни о каких льготах не может быть речи, потому что они платят очень маленькую долю от себестоимости получаемых услуг, поэтому там ни о каких льготах уже речи нет. Что касается людей, которые оформляют пенсию, то при оформлении пенсии учитываются все их льготы и заслуги, которые тем или иным способом влияют на размер пенсии. Светлана Александровна, еще один вопрос от нашей читательницы, которая по телефону задала вопрос ранее. Муж возвращается из-за того, на днях должен быть приказ о демобилизации. Удостоверение участника боевых действий есть. Куда обращаться, чтобы оформить льготу на оплату ЖКХ? При оформлении субсидии какой ему указывать доход? Можно ли уже сейчас оформить субсидию или дождаться приказа о демобилизации? И что выгоднее, льгота или субсидия? Семья из трех человек, я, муж и шестилетний ребенок. Ну, давайте по порядку. Пусть он сначала демобилизуется, получит удостоверение на руки в районном управлении труда и социальной защиты населения. И там он получит все консультации по этим вопросам. Какой указывать доход? Тот доход, который он получает, то и указывать. Там ему все расскажут. А если уже есть удостоверение участника боевых действий, может быть, уже сейчас заниматься оформлением? Я поняла, что он еще не демобилизован. Не демобилизован, но удостоверение уже есть. Но он служит в армии. Служит, но удостоверение участника боевых действий есть. То есть распространяются льготы, предусмотренные законом об участниках боевых действий, на семью? Как по закону, конечно. Распространяются. – Подавать уже, оформлять документы? – Пожалуйста, допустим, подают и оформляют субсидию. А доход, он показывает то, что он получает в армии, если он еще не демобилизовался. – А вот тут еще, что выгоднее, льгота или субсидия? – А это нужно считать. – Исходя из доходов, да? – Исходя из доходов, конечно. – Дело в том, что субсидия не исключает льготу. Если льгота при расчете общего дохода семьи не помогает им в оплате жилищно-коммунальных услуг, то есть их доходы и обязательный платеж все равно получаются недостаточными при наличии льготы, то субсидии оформляются независимо от того, есть льгота или нет льготы. Здесь учитывается только доход. А льгота, она не является препятствием для оформления субсидии. – То же самое и с детьми войны, которые сегодня у нас так же звонили. – С детьми войны, конечно. Они это хорошо знают. – В заключении нашей программы. Так стоит ли все-таки оформлять субсидию? – Субсидию нужно оформлять обязательно, если у семьи есть для этого право. Я имею в виду, совокупный доход позволяет оформить субсидию. Дело в том, что существует такая тенденция сегодня. Так взяли квитанцию, посмотрели. Да ну ее не буду платить. Вообще не буду платить. Это неправильная абсолютно модель поведения, потому что, во-первых, долги будут накапливаться. Во-вторых, рано или поздно возникнет некий документ, который заставит погашать эти долги. И я не думаю, что люди, которые будут накапливать долги, окажутся в хорошем положении. Этого допускать просто нельзя. Почему нужно оформить субсидию? Субсидия облегчит семейный бюджет. Раз. То есть вы будете знать обязательную часть платежа, будете ее проплачивать, и к вам не будет никаких вопросов. Не слушайте никого. Субсидия безвозвратная. Какие-либо штрафы отсутствуют. Потому что ездят по маршруткам, сидят на скамейках. Такие вещи там пугают друг друга. Типа нельзя оформлять субсидию, а то потом отнимать будут, отбирать будут. Не слушайте никого, оформляйте субсидию. Что происходит, если одна семья оформила субсидию? Первое. Она облегчила свой семейный бюджет тем, что получила обязательную долю платежа и спокойно ее оплачивает и уже ни о чем другом не думает. Второе. Сумма начисленной субсидии, какая бы она ни была, 10, 20, 200, 300, 500 гривен, она поступает на счет коммунального предприятия, который всем нам оказывает свою услугу. Это тепло, это вода, это канализация, это электроэнергия. То есть, понимаете, человек, оформивший субсидию, он как бы создал такой благоприятный момент, как поступление денежных средств на счета наших коммунальных предприятий. То, что начисляется в виде субсидий. И третий момент, который тоже очень важен. Эти деньги платятся не из местного бюджета. Они поступают из государственного бюджета. То есть, семья, оформившая субсидию, она еще и привлекла средства дополнительные в город Харьков и поддержала Харьков и всю харьковскую территориальную громаду финансами. То есть, заработала денег для города. Вы понимаете, как все взаимосвязано? Ну, просто боятся же проволочек, боятся того, что сейчас бумаги заполню, а мне не дадут. Вы знаете, вот это слово «бояться» я не принимаю. Я знаю, что ленятся. Я знаю, что не хотят слушать, потому что не верят там чему-то или кому-то. Я знаю, что злятся. А насчет бояться – это все отговорки. Ну, чего тут бояться, скажите. Так не дадут, а время-то потратят. Ну, так что? Ну, попробуют же. А вдруг дадут? Не надо этого бояться. Надо пробовать обязательно. Спасибо вам большое за ответы, за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в редакцию. Я напомню, гостем редакции «Вечернего Харькова» сегодня была заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Вам, уважаемые читатели и телезрители, спасибо за внимание. Оставайтесь вместе с нами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok